Сейчас хочу объявить нашего следующего спикера, на самом деле он уже был на этой сцене, Александр Бутманов, трейдер с 2006 года, эксперт по биржевым стратегиям, магистр финансов, преподаватель, создатель хедж-фондов, участник экспертного клуба «Союзники». Раз, раз. Во-первых, спасибо, что вы все дошли, молодцы, вы уже опередили всех остальных, кто сейчас в субботу, не пойми, что делает. Поэтому вас уже с этим поздравляю. Чтобы я просто контент лучше подавал, мне нужно, чтобы вы чуть-чуть мне дали информации, пожалуйста. Кто из вас торгует чаще, чем раз в неделю? Торгует это, вы покупаете или продаете? Пожалуйста, поднимите руку. Просто мне подберу контент, да, более правильно. Супер. Кто из вас торгует дольше, чем три года? Нормально, поднимите руку. Спасибо, спасибо. И чтобы я просто не повторялся, кто-нибудь какие-то мои длинные нудные лекции где-нибудь видел, чтобы я для вас ускорялся. Отлично, мало людей видел, это прекрасно. Тогда вы на повторе, ребят. Вы уж извините, потому что я буду некоторые вещи повторять. Фу. Знаете, я сегодня с утра слушал классическую музыку. И даже сам немножко задумался и приуныл, что она не всегда заходит. Я думал о том, как я вам буду рассказывать. Я вам сразу скажу, что классическая музыка, она не всем нравится, да, и не для всех. Я сегодня не буду говорить просто. Вот Лучья на повороте, он не поет на английском, он поет на итальянском. Да, я сравню вас сейчас с посетителями оперы, а себя, слава, сравню, конечно, с великим магистром. Поэтому я буду говорить чуть-чуть на итальянском, то есть на языке терминов финансовых. Но это не потому, что я хочу выпендриться, а потому, что так это устоялось, раз вы все торгуете, многие из вас, вам это будет в итоге полезно. Почему вам, может быть, стоит меня слушать? Я сейчас инвестирую одну минуту в это. Не потому, какой я хороший оратор или классный, а, наверное, вам нужно сэкономить время и деньги в вашем собственном пути. Наверное, что-то вы можете почерпнуть из пота и крови, который я прошел, и, наверное, вам это, может быть, поможет. То есть у вас мотивация срезать дорожку, да. А я туда ходил, там гоблины, там орки, там хорошо, там плохо, я вам, глядишь, это расскажу. Ну, значит, в конце, как правильно делать, в конце будет суперполезняха прямо с указаниями, чего делать, а чего не делать. А в середине я буду вам иногда пробрасывать какой-то путь для того, чтобы он вас, так сказать, устоялся, да. Потому что если я вам расскажу, что горы опасные, вы так просто не послушаете. Ну, во-первых, я раньше преподавал, во-вторых, я занимался high-frequency трейдингом, это высочастотный трейдинг, это больше 10 сделок в секунду. Торговый оборот роботов, который я написал, создал и которыми управлял, написали под моим руководством команда наша. Вот, я знаю, как это будет звучать, но он действительно больше 500 миллиардов долларов в торговый оборот, не путаюсь с прибылью, к сожалению. Вот, поэтому многое-многое пришлось переварить. Для американских бирж 500 миллиардов за 15 лет, это не очень много. Вот, поэтому, ну, так. И мне, соответственно, профильное соответствующее образование, я был трейдером всю жизнь, и это все дело изучал. Я начал так же, как и вы, да, это вот оборот, а вот наверху это табличка, по которой я оценивал метрики систем. Это все самописное, да, сколько лет я там торгую, на чем торгуют, просто чтобы вы меня слушали, не в качестве пендрежа. А наверху была система метрик, обратите внимание, значит, там есть графика самого актива, и вот это красное, похожее на странную энцефалограмму, это частотность трейдов, чувствительность трейда к общему рынку, его бета, его корреляция, его относительные метрики. То есть я представляю школу трейдинга, которая утверждает, что цена сама по себе это эффективная вещь, но технический анализ сам по себе неэффективная вещь. Поэтому мы довольно быстро пришли к математике и пришли к так называемым корреляционным матрицам, сравнительному анализу. Если нефть то, то газ это. Если немецкий индекс так, то английский индекс эдак. И вот в этом сравнении находится это волнительное альфа, да. Это фотография, когда мы там проводили курсы, Олег Юрьевич очень веселый к нам залетал тогда. А вот на доске, смотрите, сейчас я вам покажу, тут где-то мне было написано, несколько миллиардов бэк-тестов к вечеру. То есть за свое время, когда мы начинали еще бизнес-инкубатори, это наши старые фотографии молодежные, за свое время мы протестировали, это тоже имеет отношение к конечному выводу, который я вам дам, как больше выживать на рынке. За свое время мы протестировали больше 10 миллиардов роботов. То есть, когда я говорю 10 миллиардов, это значит, я беру скользящую среднюю индикатор, не знаю, минутка, и теперь скрестим ее со второй скользящей средней на минутном индикаторе, допустим, двухпериодной, и проверим это, сука, на всех активах планеты. А потом возьмем и переставим галочку на скользящую среднюю трехпериодную, и проверим на всех активах планеты. Потом мы возьмем период двухминутный с двумя смещениями, и проверим на всех активах планеты. Сделаем вывод, работает ли классический технический анализ. Когда мы закупали сервера, мне приходилось их репортить в ФСБ, потому что сервера, которые способны были делать такие вычисления, они были особо мощные, были способны положить инфраструктуру. То есть, такой закон. Тебе нужно такой вид сервера, если ты закупаешь, нужно его ставить на учет, чтобы эти бэктесты делать. И мы уходили домой, я тогда преподавал, и вот на этой доске мы писали, сколько будет там, вот видите, стандартное отклонение, СКО, и там где-то есть там завтра 2 миллиарда бэктестов, или там 2 миллиона за день. Вот. Дальше. Я выступал на конференциях в 2016-17 году, вон я сижу примерно на такой же конференции, и угадал тогда, честно говоря, что будет с рынком ICO. Но на это есть история, где я был неправ. Вот точно так же я выступал на... Это вот, чем мы занимались, это мой офис. И каждый день мы измеряли метрики, в итоге мы создали хедж-фонд, создали регулируемый хедж-фонд на крипте. В целом все прошло хорошо, крым там, одного момента, что когда BitMEX обанкротился, по факту наши деньги остались на BitMEX, и уплыли вместе с остальными деньгами других инвесторов. Это получилось нехорошо. Но до этого это было все увлекательно и чудесно. Собственно говоря, в 2017 году была забавная история, как я не послушал доклады трех выступ... В 2016 году трех выступавших тогда основателей кошельков всяких, Майселлиум и других, просто вышел из зала и не послушал. С тех пор я более внимательно слушаю, надеюсь, и вы меня. Фотография первая призвана вас убедить, я просто жил в этом зале, если вы видите, меня немножко было больше тогда в объеме. Я жил в офисе и работал 17 лет, 7 дней в неделю, от 12 часов в день, включая воскресенье и 1 января. чтобы вам рассказать короткий вывод, который случится через 12 минут на конце этих слайдов. Да, если кто-то меня видел, то я в прошлом году слегка пошутил на эфире, и мой эфир собрал 250 миллионов просмотров по всему миру. Меня спросили, как поживает экономика, я сказал, давайте лучше за нее выпьем. Получилось забавно, всем понравилось. Но это не было моей целью. Вот, и теперь мы приходим к важному. Сейчас я вас немножко повеселил, да? Приходим к следующему слайду, который можно фотографировать. Фух. Да, ну я знаю, сейчас я пока расскажу. Кто знает, какая самая большая биржевая компания с точки зрения пользователей на планете Земля? Вот какой брокер или компания самая большая? Кто знает? BlackRock, Interactive Brokers, еще версия. С точки зрения людей, да? Не денег, людей. Сколько пользователей вот у BlackRock, еще версия. Robinhood, Revolute, очень хорошо. Очень хорошо. Самая большая компания, которая торговая и околобиржевая, и которая знает про своих пользователей буквально все, это компания, которая существует в следующем году, ей будет 20 лет, нет, даже может быть уже больше. Вот. Это называется компания MetaQuotes. Компания MetaTrader. Все помните MetaTrader 4, MetaTrader 5? Помните? Может быть вы не торговали им, но вам по цифрам. Значит, два брокера из трех используют софт MetaQuotes. И за 20 лет у компании набралось, сейчас вы не путайте количество выживших трейдеров с количеством биржевых счетов. Как вы думаете, сколько скачек из живой торговли было у этой компании за 20 лет? Ну, любая версия. Любая. 100? Все правильно. Чуть-чуть меньше миллиарда. Это живых счетов. Живых счетов. Соответственно, софтверная компания, она довольно много знает про своих клиентов. И вот вам статистика, которую я не сильно нарушаю, ничего, потому что я это получил на полупубличной конференции от основателя этой компании, и мы долго это обсуждали. Я подумал, какая прекрасная иллюстрация, какая прекрасная иллюстрация индустрии, в которую вы, дорогие мои друзья, которые торгуют чаще, чем раз в неделю, заходите. Значит, это аккаунтов незадвоенных. 369 миллионов это уникальных пользователей. Аккаунтов было чуть меньше миллиарда. Значит, смотрите. Срок жизни трейдера, который делает чаще, чем 3 сделки Ну, давай так, начнем с самого начала. Если вы торгуете чаще, чем раз в неделю, то срок вашей жизни на бирже в среднем 9 месяцев. То есть вы примерно за 9 месяцев потеряете все свои деньги. В смысле, не вы конкретно, каждый из вас уникален, я никому этого не желаю. Вот 370 миллионов уникальных пользователей в 99% случаях через 9 месяцев остаются с пустыми карманами. Дальше интересный момент. Если вы совершаете сделки с мобильного телефона, то вас обезжирят в 3 раза быстрее. То вы отдадите все свои деньги за 3 месяца. А если вы торгуете чаще, чем 3 сделки в день и с мобильного телефона, то примерно через месяц ваши деньги исчезнут. То есть ключевой путь к успеху это 3 вещи. Торговать с мобильного телефона примерно раз в день. И статистически в 99% случаях ваши деньги ган. Как в Соус Парк, если кто не смотрел. Мани ган. Что дает нам эта информация? А, ну еще плечи. Я забыл добавить, что если вы еще делаете на плечо, то еще ускоряется. Вы будете, ваш капитал будет перераспределен к хедж-фондам, трейдерам еще в 3 раза быстрее, чуть-чуть больше, чем за неделю. Помните, да, что торгуем с мобилки в 3 раза быстрее. В среднем 9, приходим на 3, если с мобилки, если торгуем чаще, чем 3 раза в день, еще на месяц уходим, а если еще и с плечом, за недельку-другую. Всем спасибо. Что же мы с этого... Оп-оп-оп. Замечательно. Презентация конвертировалась из кейноута в PDF и самый важный слайд, который я вам обещал, отсутствует. Спасибо. Буду говорить тогда. Я ставлю этот страшный. Александр, говорят, что сейчас дадут этот слайд. Пару минут. Было бы здорово. Было бы здорово. Смотрите. Что же делать? Если мы знаем, чего делать не надо, это уже очень много, мы можем прийти к тому, что надо делать. Дальше вы должны относиться к вашей биржевой работе как к охоте. Вы должны выработать себе устойчивые привычки, когда вам больше везет, когда вам меньше везет, и какие для этого есть метрики. Начнем с самого простого. Понятно, что вы должны вести биржевую статистику свою, записывать сделки, почему вы это сделали. Второе. Если вы значит по какой-то причине сегодня плохо покушали или эмоционально нестабильны, сейчас вам смешно, о чем он вообще говорит. А статистически, если у вас не хватает того или иного энергетического уровня, вы еще быстрее проигрываете деньги. Приведу пример. Я довольно долго была конференция, давно, в Лас-Вегасе, я сидел и играл в Беладжо, в покер. В принципе, выиграл у всех. И когда в 4 часа утра у меня закончились деньги, я же только что у всех выиграл, я обнаружил, что я сижу один, не выспавшийся, а рядом 4 выспавшихся молодых чувака в капюшонах. Я понял, что они использовали статистическое преимущество. Вы должны использовать свои статистические преимущества. Во-первых, вы все записываете. Во-вторых, вы должны быть в форме, вы должны быть выспавшиеся, вы должны быть в хорошем эмоциональном состоянии. И вы должны составить свой список индикаторов, которые я, собственно говоря, хотел засветить свой. Надеюсь, это еще получится сделать. которые работают и которые не работают. Но приведу пример, как это работает у меня. Я вам засветил тут, по-моему, 12 индикаторов, настоящих, которые я действительно использую. У меня есть 48 индикаторов, которые за 17 лет из всех тысяч индикаторов выжили. Вот нужен слайд, если дорогие редакторы, нужен слайд в конце, где там написано про S&P, вот так корявенько все в конце, если можно, просто его грузоните. Значит, вы вырабатываете свои индикаторы, которые вам помогают. Первое, вы заботитесь, ну-ка, 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 ну-ка. О! Ну, не все залезло, но не страшно. В принципе, там еще внизу есть. Значит, видите, пункт номер один. Торгуем, когда вы выспались и вы выпили воды. Кажется ерунда. Повышает ваши шансы на 40% не получить убыток в этот конкретный день, если вы выспались. Есть большое количество данных, миллионы людей и так далее. Дальше. Ведем каждый день табличку Excel, это понятно. Ставьте себе деньги, ну, это уже Александр Михайлович вам все это рассказал когда-то, кто слушал Герчика. Ставьте убыток на лимит в день. Почему это важно? Не только, чтобы не потерять деньги. Сейчас дальше уже пойдут более сложные индикаторы. Почему важно ставить убыток на день? Вы свой эмоциональный капитал сохраняете. Сегодня не ваш день, не важно, по гороскопу, значит, кто-то вам испортил настроение. Сегодня минус, не знаю, тысяча долларов. Сегодня вы больше не торгуете. Не торгуете, не важно, что вы там думаете. А я знаю, что вы думаете, каждый трейдер. Я сейчас ваши мысли прочитал. Ты особенный, ты избранный, ты знаешь, куда я пойду, делай, я иду туда. Тут матерное слово, потому что такое рынок шепчет каждому, потому что Колизею нужны жертвы. А такие чуваки, как я, в мире миллиарды трейдеров, мне не нужны ваши деньги. Я могу взять деньги азиатских трейдеров. Не теряйте, те, кто слушает эту лекцию. Значит, поставили лимит на убыток и тем самым сохранили свой эмоциональный капитал. Дальше, теперь пошли эконометрические вещи, уже мои. если объем, например, что вам нужно понять? Помните приметы в лесу, когда вы ходили за грибами? Дерево, мох, вот это все. На самом деле это все не случайность. Вот это все потом и кровью, миллиарды бэктестов, помните, да? Вот это все прошел я. Если вы торгуете руками и вы видите, что в вашем инструменте объем в два раза больше, чем в среднем за неделю, то вам не надо торговать сегодня галочкой номер один. Может быть, ее достаточно, может быть, недостаточно. Если вы плохо выспались, у вас уже две галочки не торговать. Мы сейчас светофор делаем ваш, да? Когда торгуем, когда нет. Соответственно, если объем почему-то вырос, а вы не знаете, почему, не пытайтесь рационализировать. На биткоине вы торгуете или на Эппле и на Газпроме или на Ситибанке объем вырос сегодня в два раза. Что-то происходит. Не надо сегодня лезть в колизей. Первый индикатор. Второе, ну конкретно у меня, если у тебя иена или доллар выросла и все в порядке, она выросла, ставишь плюсик, сегодня спокойный день или не упала больше, чем на энд процентов. Дальше смотрите Китай. Почему это все важно? Это потоки капитала. Вы смотрите, как настроены большие дески. Вы смотрите, как настроены большие трейдеры. Это называется поводыри. Я вам сейчас рассказываю легкую водную лекцию, сразу нырнув в вас в третью часть матрицы, о том, что это поводыри. Вы создаете себе количество поводырей. Иена чувствует себя стабильно, значит сегодня будет рост. Шанхайский рынок чувствует себя стабильно, сегодня будет рост. Евро, доллар чувствует себя стабильно, сегодня будет рост. Нефть чувствует себя стабильно, нет, а мне плевать, почему. У меня красная галочка, их уже три. Я сегодня не выспался и объем в два раза больше. И идем, каких галочек больше, зеленых или красных. Мне, чтобы торговать, должны две трети зеленых галочек или больше. Тогда я торгую, например, биткоин от ланга. Я прихожу, открываю свои инструменты, мне сегодня, я готов поторговать. Сегодня я зарабатываю столько, сколько я себе запланировал. От ланга. Если я вижу, что все мои индикаторы, не торгуйте новости. ЕЦБ, вы думаете, вы знаете, как будет повышена ставка? Вы знаете, что на статистически в трех случаях из десяти центробанки двигают ставку не так, как предсказали аналитики. А когда вы не угадываете, вы не угадываете очень сильно. Очень сильно. Взять американский ЦБ, он ее повышает совершенно не так, как угадывает рынок. Сегодня ЕЦБ, понизьте лимиты на плечо, не торгуйте вообще с плечом. Если трежеры сросли больше, чем там, десятые, с погашением в десять лет американские, росли больше, чем на один процент, значит, что-то в рынке изменилось. А вам не важно, что, вы идете в лес за грибами, вы такой, идете по дорожке, там у вас трежерист, смотрите, там кто-то бежит какой-то странный силуэт, это куда не показалось, пойду дальше за грибами. Потом идете такая, черная кошка в лесу откуда-то перебегает, сегодня повышенный объем. Не, ну это случайно соседская, наверное. Потом вы еще идете, и у вас, не знаю, вы там, вам что-то почудилось, вы не выспались, вой волка, наверное, лучше домой пойти сегодня, может, не надо. И вот, вы тем самым больше выживаете. Собственно говоря, есть еще там дополнительный индикатор, если S&P 500 три дня рос, это эконометрический индикатор, мой, то на рынке все спокойно. А если он не рос именно три дня, можно пять поставить, можно два. по статистике мы по бэк-тесте или три дня самое простое. Там тоже есть обоснование, почему три дня, потому что инвесткомитеты, потому что S&P завязан на самом деле на фондирование через ставку через все три дня это переходит в двух случаях из трех через выходные. Там есть объяснение. Но я провел миллиард бэк-тестов и три дня оказался по смещению куртозиса лучше, чем все остальное. Это угла наклона. Лучше, чем все остальное. Мне этого достаточно. Это то, что я реально использую. А теперь для крипты немножечко. Если вы видите, что главные такие альты нормальные, такие как там, не знаю, Нир, Палькодот и все остальные тоже растут, это значит, что у вас второй эшелон, крепкий второй эшелон растет. Значит, сегодня можно торговать биткоин от ланга. Если мы говорим про биткоин, если мы говорим про S&P, индикаторы выше. Ну и простой индикатор статистический, который работает, вы будете смеяться, но Боллинджер Бенц это единственное из того, что я вам могу посоветовать, что вас не разломает. Вот это торгует, работает. Вот вы взяли табличку индикаторов и берете стандартное отклонение от средней цены. Это Боллинджер Бенц. Я не призываю торговать его. Это просто он хоть немножко эконометрический. Сегодня рынок должен расти по индикаторам. Соответственно, в 8 случаях из 10 он будет расти. И вы смотрите, что почему-то рынком я называю биткоин на крипте, на фондовом рынке это S&P. И почему-то вы видите, что сегодня именно биткоин падает. Хотя у вас все зелененькое, все галочки. Вот в 2 случаях из 10, как только вы купите на нижнем стандартном отклонении, вы скорее всего сможете отыграть наверх. Получили убыток, больше чем 1000 долларов, не торгуйте. В итоге вы создаете каждый для себя. Можете мои использовать, можете не свои использовать. Систему чего не делать. Запомнили навсегда, да? Плечи, мобильный телефон, эмоциональный частотный трейдинг больше чем 3 раза в день. Это не делать, это просто. И что делать? А, высыпаться, вести табличку анализа и выработать свои индикаторы, по которым вы можете себе спокойно сказать, сегодня моя торговая система готова выйти на бой и зарабатывать. Или не готова. У вас частота сделок снизится, вы будете торговать 2 раза в день, в неделю, 1 раз в неделю. И из этих 49 недель или 100 торговых дней в году у вас будет 80 прибыльных. Вы будете 80 дней из 100 домой уносить деньги. Потом вы заметите еще какой-то индикатор, пока будете ввести Excel. И дальше ваша нейросетка научится. У меня есть отдельный спич про то, что общий технический анализ не работает. Но сейчас я не буду туда ходить. Мы из всех миллиардов бэк-тестов не выявили эффективности. Но человеческий мозг глазами он обучается. Я призываю вас обучаться хорошему. Здесь написано, что может быть хорошим. Для меня мое, для вас ваше. И чего не делать плохого. Не торговать плечо частотно и с мобилки. Обучайтесь и будут у вас деньги. Спасибо. вам.